Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня в выпуске. Дорогу молодым, покидающей кнесет политики, получат большие денежные компенсации. 6 тысяч лет под водой археологи обнаружили самый первый оливковый маслозавод. Дом, который построил бар. История возрождения еврейской общины Цемах Цедок. За минувшие сутки в России выявили минимальное с октября число заражений коронавирусом. 15 916. 407 человек умерли. Больше всего заболевших по-прежнему в Москве. 1728. В то же время в столице выздоровели 3349 пациентов. С сегодняшнего дня студенты вернулись к очному формату обучения. Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами. Грецией и Сингапуром. При этом Греция ограничила число въезжающих россиян до 500 в неделю. У туристов также должен быть отрицательный тест на коронавирус, ваучер на отель или документы, в которых обозначено их место проживания в стране. Помимо этого, Россия открыла железнодорожное сообщение с Белоруссией. Сегодня в Израиле провели более 50 тысяч анализов на коронавирус. 4557 из них показали положительный результат. В первые дни без жесткого карантина в еврейском государстве сняли запрет на работу циммеров, открылись три зимних пляжа в Хайфе и курорт Хермон. В кабине фуникулера допускается присутствие членов одной семьи, но не более 8 человек. Сохраняются ограничения в пассажирских авиаперевозках. С 10 февраля все, за исключением выздоравливающих и вакцинированных, должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус не позднее, чем за 72 часа до вылета. Также после регистрации на рейс пассажиры будут сразу садиться в самолет, минуя зону дьюти-фри. А всех прибывающих в страну обязует пройти карантинную изоляцию в специальных гостиницах. Покидающий Кнессет политики получит выплаты в размере 270 тысяч шекелей. Гранты полагаются депутатам, которые проработали в парламенте от 7 лет и более и решили больше не баллотироваться. Так выплаты положены Ицху Шмуле, Оферу Шелоху, Маше Яолону и Ицхаку Коэну. За полтора месяца до выборов, согласно последним опросам, лидирует партия Ликут во главе с Бениамином Нетаньяху. А Ешатит Яира Лапиде и Тиква Хадаша Гедона Саара теряют поддержку израильтян. Тем временем в окружном суде в Иерусалиме возобновился процесс по делам Бениамина Нетаньяху. Перед началом заседания активисты организации Эйн Мацаф провели митинг возле официальной резиденции премьер-министра на улице Бальфур и потребовали сделать генеральную уборку коррупции в стране. В то же время к зданию суда прибыли десятки сторонников Нетаньяху. Лидер партии Ликут в очередной раз не признал себя виновным по делу о коррупции. Израильского хореографа Дора Мамалия номинировали на «Золотую маску» за спектакль «Сердце на его рукаве», который был поставлен Екатеринбургским театром провинциальной танцы в рамках интернационального проекта «345». Московский зритель увидит эту танцевальную постановку в театре на Таганке весной в рамках фестиваля «Золотая маска». А ранее мини-сериал режиссера Марии Шрадер «Неортодоксальная», а девушки, бежавшей из ультраортодоксальной еврейской общины, и исполнительница главной роли Шира Хаас были номинированы на «Золотой глобус». Вручение премии состоится 28 февраля. Археологи обнаружили у берегов Хайфы на дне Средиземного моря завод по производству оливкового масла, которому около 6600 лет. В глиняных и каменных отложениях эпохи неолита были найдены тысячи косточек от оливок. Это самый ранний пример массового употребления этого плода в пищу. Оливки, не раздавленные под прессом, были обработаны промышленным способом. Исследователи предполагают, что обнаруженные подводные сооружения являются частью поселения, которое по какой-то причине оказалось затоплено. Еврейская община Цемах-Цедок в Измайлово появилась после войны. Тогда в Москве было два привлекательных района с недорогим жильем в частном секторе, как раз здесь и в Марины Роще. Возрождение общины пришлось на 90-е годы. А способствовал этому Равин Илья Губар. С ним и с его подопечными пообщалась наш корреспондент. Для Марка Зеликман община стала второй семьей. Недавно он отпраздновал юбилей. Пять лет, как обрел новых братьев и сестер. В их кругу он забыл о том, что когда-то был атеистом и даже решился на хупу после полувека жизни в браке. Вот утром встаешь как на работу, идешь сюда, вот, и ты знаешь, что тебя здесь там Болодя ждет, Тарик ждет, вот эти ждут тебя. Вот я не ходил одно время, мне обзвонились буквально, что с тобой случилось. Чтобы он был в курсе дел своих друзей, ему настроили дома зум. Он не пропустил ничего. Молитвы, праздники и 85-летие Соломона Софера. Я прихожу сюда каждый день, если, конечно, только не болею. Когда болею, я отсутствую. А так я каждый день здесь, утром и вечером. После выхода на пенсию община стала для них отдушиной. Друзья поддерживают друг друга во всем. Когда Михаэль Баренбоем заболел коронавирусом, его возвращение ждали всей общины. Сейчас молимся, более стал сознательным. Познакомимся с людьми тут, с хорошими. Друзья, мы рядом живем. Измайловская община начиналась в такой маленькой комнате. 20 лет назад Равин Элия Губар работал в синагоге Берла Лазара. Он отвечал за работу с еврейской молодежью района Измайлова. Со временем стало ясно, к своим прихожанам из Марьиной рощи урывками не наездишься. Ведь Равину всегда надо быть рядом со своими людьми. Тогда по настоянию Лазара Рав Элия Гу снял здесь квартиру. Потянулись вереницы шабаты, уроки торы и праздники. Очень много бармейцев, мальчиков готовил. Именно ребят из горской общины, из Кубы, которые в этот район. Были у меня очень много групп ребят, которые приходили домой заниматься тоже родом из Кубы. И все мои ученики, которые были во всей Москве или здесь тоже, они прямо на шабат тут приезжали. По 20 человек ночевали в этой квартире. И у нас всегда было там очень много людей. Одна из главных задач Рава Элия Гу – забота о самых маленьких членах общины. У нас только что прошел зимний лагерь. У нас было около 50 детей в лагере, к примеру. При том, что вообще, ну, вообще, знаете, все сложно. Мы так аккуратненько все маленькими группами сделали, как положено. Сегодня в общине действуют женские и мужской клубы. Существуют вечерние учебные программы. Два года назад открылся детский центр. Малыши здесь учат и в ритм, и в песне, а еще находят друзей. Я его самый лучший друг, и он мой самый лучший друг. Усилия Мировина и его соратников измайловская община давно превратилась в духовный, культурный и образовательный центр. Парты в учебном классе предназначены для ребят разного возраста. И это не случайно. Смотрите, их высоту можно регулировать. Утром здесь занимаются дошкалята, а после обеда приходят готовиться к ЕГЭм старшеклассники. Главная задача руководства цемахцедок – дарить людям тепло и возможность изучать религию и традиции предков, организовывать их досуг и помогать в трудную минуту. Это не просто община-центр, а дом, в котором их всегда ждут. Это все новости еврейской жизни на сегодня. Если вам нравятся наши видео, ставьте лайк и подписывайтесь на Первый еврейский. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик и оставляйте комментарии под видео. Нам важно ваше мнение. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова